Недавно вышло постановление президента о мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в Махалях. Согласно документу, в Махалях была введена должность лидера молодежи. Определены и основные его задачи, среди которых организация плодотворного досуга молодых людей, повышение их социальной активности. Нововведение, инициированное главой государства, позволит более широко привлечь самих юношей и девушек к решению молодежной проблематики на местах. Об этом говорили в ходе видеоконференции, организованной Министерством по поддержке Махалей семьи и Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана Нуроний. Быть лидером значит уметь повести за собой людей, управлять и приводить к достижению цели. Быть лидером среди молодежи значит стать абсолютным авторитетом, полководцем, армией таких разных принципиальных, амбициозных и не очень молодых людей. Целый набор качеств характеризует настоящего лидера. Он умный, уверенный, смелый, коммуникабельный и, конечно, преданный своему делу, умеющий добиваться намеченной цели. Ведь психология лидера быть всегда и во всем победителем, а значит приводить к вершине успеха и своих последователей. И тот факт, что руководитель страны во главу угла ставит вопросы воспитания высокоинтеллектуальной, духовной, физически развитой, всесторонне образованной, патриотичной, преданной семье и родине молодежи, говорит о дальновидности государственной политики, обеспечивающей занять прочное место в жизни абсолютно каждому молодому человеку. В этом смысле постановление главы государства о мерах по кардинальному усовершенствованию системы работы с молодежью в Махалях стало еще одним историческим документом, направленным на поддержку инициатив и стремлений молодежи. Согласно ему, в каждом городке, селе, ауле в 9309 махалях вводится должность лидера молодежи, в полномочия которых входят осуществление таких задач, как формирование баланса молодежи, внесение необходимой информации о молодежи в электронные платформы, молодежной тетради, молодежный портал, организации эффективного и содержательного досуга, пропаганда здорового и активного образа жизни, проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, реализация проектов по пяти важным инициативам в воспитании молодежи в духе патриотизма, а также обеспечение ее интеллектуального и духовного развития, осуществление системной работы с молодежью, склонной к совершению правонарушений. Какой должен быть лидер? Каким качеством он должен обладать? Он, во-первых, должен быть организатором, и чтобы молодежь пошел за ним. Когда он, значит, работает, то молодежь начинает его уважать. В школах мы будем проводить такие мероприятия, в махалях должны проводить такие мероприятия, выступать по радио, по телевидению. Я, например, несколько раз выступал по радио по этому вопросу, и мы дали раздаточный материал и электронным вариантом, и письменным вариантом. Вот эта работа, значит, сейчас проводится во всех махалях Мирзоулыбекского района. И вот эта, значит, работа мы будем в дальнейшем расширить по городу, в дальнейшем мы будем распространять по всему республике. Ну, надеемся, чтобы молодежь действительно оправдала наши доверия. Вот самое главное. Акцент в документе также проставлен на обеспечение тесного взаимодействия аксакалов-махалей с подрастающим поколением в целях передачи бесценного жизненного опыта. Так при каждом сходе граждан будут реализованы проекты. Одному ветерану, 10 молодых подопечных и встречи трех поколений. Основная движущая сила сегодняшнего развития цивилизации – это молодежь. Наше руководство, наш президент, очень внимательно изучая всю обстановку мировую, делает все от него зависящее, с тем, чтобы наша молодежь находилась в авангарде развития нашего суверенного государства и что в этом должны свою роль показывать ветераны. Ветераны сегодня проводят многочисленные мероприятия, связанные с воспитанием молодежи. В том числе, это, значит, встречи трех поколений. Нынешние постановления нашего президента о том, что надо делать, чтобы эту работу поднять на новую высоту. С тем, чтобы наша молодежь была воспитана на патриотических началах, на любви к родине, на уважении к старшему поколению, на уважении к самому себе. На совещании обсуждены вопросы реализации мер, направленных на повышение роли ветерана в решении актуальных проблем в Махалях, в том числе обеспечении занятости молодых людей. Отмечено, что работа в этом направлении Министерством по поддержке Махали и семьи и Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана Нур-Они уже активно ведется. В настоящее время сформирован список, в который вошло свыше 325 тысяч незанятых граждан и около 26 тысяч молодых людей, состоящих в молодежной тетради. Каждый из них отныне будет под попечительством мудрых старейшин.